Здравствуйте! Об актуальной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, поговорим сегодня с главным внештатным специалистом-эпидемиологом Минздрава Алтайского края Ириной Переладовой. Здравствуйте, Ирина Владимировна! Здравствуйте! Несмотря на бурную геополитическую обстановку, мы все знаем эти новости, читаем их, но тем не менее, немного мы отвлеклись от ситуации с эпидемиологической обстановкой, она по-прежнему вызывает тревогу, хотя большинство ковидных ограничений санитарных у нас в Алтайском крае отменили, но, насколько я знаю, продолжает действовать масочный режим. С чем это связано? Ну, во-первых, у нас еще не закончился сезон подъема острыми респираторно-вирусными инфекциями. Мы по данным оперативного штаба с вами видим, что у нас достаточно высокий уровень остается заболеваемости, мы более 200 человек регистрируем ежедневно. Если посчитать, то в неделю это более тысячи человек. Это достаточно много, то есть понимаем, да, каждую неделю заболевает тысяча человек и более. И сегодня у нас по-прежнему остаются и тяжелые, и крайне тяжелые пациенты. И, к сожалению, у нас регистрируются случаи летального исхода. Успокаиваться рано. У нас нет оснований успокоиться и забыть вообще не только про коронавирусную инфекцию, но и в первую очередь нельзя забывать про меры профилактики. И в данной ситуации масочный режим все-таки по-прежнему остается актуальным. А если говорить не о темпах, в принципе, прироста новых заболевших, они не так велики, во всяком случае, по сравнению с пиковыми значениями, но вот если говорить о госпитализациях, о тяжелых пациентах, столько же их меньше стало и на сколько? Ну, мы же всегда смотрим относительные показатели, то есть из числа зарегистрированных случаев пятая часть у нас остается пациенты тяжелые, крайне тяжелые. Это стабильно высокий показатель, это много. То есть и на аппаратах искусственной вентиляции легких? Тоже находятся пациенты, тоже находятся крайне тяжелые. И у нас не все возрастные. У нас есть те люди, которые сегодня имеют сопутствующую патологию, как медики ее называют, коморбидные состояния. Это и сахарный диабет, и хронические сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких и так далее. Высок, очень высок риск развития тяжелых, крайне тяжелых ситуаций, форм заболеваний и исходов заболеваний с летальным исходом пациентов, имеющих ожирение, независимо от возраста. Было несколько волн пандемии, несколько штаммов приходили, в том числе омикрон, всем известный, когда бурный рост заболевших происходил. Сейчас какова ситуация, стоит ли ожидать новые волны, и какова, в принципе, ситуация эпидемиологическая не только в России, но и в мире? В мире мы тоже с вами следим очень активно, и мы следим это на российских сайтах, на федеральном сайте Роспотребнадзора, на федеральном сайте Министерства здравоохранения. И мы видим заболеваемость в странах, которые сегодня регистрируют действительно подъем. Мы знаем, что в Китае по-прежнему регистрируется уже шестая волна. Да, омикрон стелс есть такой возбудитель, уже многие знают о новом штамме этого возбудителя. Но пока у нас именно подъема на шестую волну нет, мы пока находимся на стабильном плато. И, конечно, говорить о том, что у нас не будет и не придет, ну, помятуя, что уже пять волн мы с вами пережили, наверное, зарекаться вообще ни от чего нельзя. Преждевременный оптимизм. Его вообще в принципе не должно быть. Мы сегодня должны акцент, самое главное сделать, это акцент на вакцинацию. У нас вакцинация идет очень низкими темпами. Мы фактически обрадовались тому, что теперь никто не спрашивает ни QR-коды, никто не спрашивает ни про прививки. Все обо всем забыли. И все обо всем забыли. Благо, что есть очень много работодателей, которые соблюдают меры предосторожности и профилактируют эту заболеваемость. На корпоративном уровне продвигают вакцинацию. Да, совершенно верно, контролируют состояние иммунизации у своих пациентов, извините, не пациентов, а работников. Да, поэтому в наше время, на сегодня это один единственный и самый, будем говорить, наверное, дешевый способ предотвратить не только заболеваемость, но и самое главное, предотвратить летальные исходы. То есть для людей она абсолютно бесплатна? Да. Кстати, мы раньше обсуждали вакцинацию подростков от 12 до 18 лет, насколько я помню. Приходила первая партия доз, 1600. Вот приходили ли еще вакцины? Да, абсолютно правильные цифры называете, 1680 доз пришло в первую партию и 420 доз пришло комплектов гамм-ковид-вак-М для детей и подростков до 18 лет на иммунизацию, так сказать, против новой коронавирусной инфекции. Она тоже двухкомпонентная, она ставится двукратно, тоже с интервалом 21 день, поэтому дети у нас ее хорошо переносят, практически весь первый компонент мы использовали. И вот сегодня доставляем уже второй компонент. Ожидаем поставку вакцины, идет наработка вакцины во все территории Российской Федерации, она будет поставлена. В определенный момент времени наблюдалась заболеваемость в том числе среди медиков, тех, кто работает с ковидными пациентами и у других. Но вот медики, понятно, в числе первых вакцинировались. Сейчас какова ситуация в профессиональном сообществе? На сегодня мы тоже продолжаем регистрировать единичные случаи заболеваний. У некоторых медиков, к сожалению, есть противопоказания на введение вакцину. Но иногда бывает так, что еще не настал срок плановой повторной вакцинации. Через пять месяцев в силу определенных обстоятельств бывает так, что люди заболевают. Это не только медики, это в принципе все люди, которые сегодня у нас есть. Иногда не перекрывает шесть месяцев иммунитет для того, чтобы человек не заболел. Но что отрадно, в пятой волне у нас практически не было медицинских работников, которые заболели и проходили стационарное лечение. Это прямой показатель того, что сегодня медики уделяют достаточно много внимания своему здоровью. И, естественно, есть определенный спрос руководства за удельный вес привитых медиков. И даже те медики, которые у нас 20 с небольшим человек сегодня в Алтайском крае, заканчивают лечение. И практически всю пятую волну все лечение проходило в амбулаторных условиях. Не было летальных сходов, в том числе у медицинских работников. И это очень отрадно. Омикрон-штамм был очень заразный, в том числе заболевали те, кто привит. Можно ли утверждать, уже сейчас имея определенную статистику, что те, кто был привит, переносили все в легкой форме и не было никаких тяжелых состояний? На самом деле это действительно так. Если посмотреть удельный вес заболевших и летальные исходы в пятую волну, эти цифры были удельны именно. Вес самый маленький. То есть заболеваемость была достаточно большая. Если управление Роспотребнадзора регистрирует чистый ковид, подтвержденный, то у нас есть несколько шире когорта пациентов, всех подозрительных, которые на коронавирус идут с очагов. Мы считаем их немножечко большим числом. Тем не менее пропорции все сохраняются. То есть действительно контагиозность была высоченная. Заболевало очень много. Показательным и качественным показателем, вернее отличием именно пятой волны было то, что у нас удельный вес заболевших детей по сравнению с первой и четвертой волной был несколько побольше. Но, однако, тем не менее, дети перенесли легко. Сегодня у нас находится чуть больше 25 человек детей на стационарных условиях. Дети быстро и хорошо выходят, выздоравливают. Поэтому будем надеяться на то, что все-таки здравый рассудок победит. Нам нужно все-таки формировать приверженность к вакцинации. И мы будем стараться все-таки закончить пандемию. Нам нужно ее закончить, нам нужно довести заболеваемость до спорадического уровня. Пока ее у нас нет. Давайте напомним, все-таки наверняка хватает людей, кто в принципе не вакцинировался. По какой схеме нужно вакцинироваться? Какую вакцину лучше выбирать? Классический спутник ВИ или ЛАЙТ? Все вакцины сегодня у нас разрешены. Есть одно очень, наверное, хорошее качество, разрешенное к вакцине спутник ЛАЙТ. Она теперь у нас используется и для лиц старше 60 лет, и для беременных, старше 22 недель беременности. Это однокомпонентная вакцина. И мы можем и первый, и второй компонент по отдельности ставить как бустерную дозу, как однокомпонентную вакцину, одноразовую вакцину спутник ЛАЙТ. То есть, если ЛАЙТа нет, не надо за ним бежать, не надо его трясти у бедных несчастных медиков, в которые сегодня у нас нет пока поставок вакцины спутник ЛАЙТа, мы совершенно спокойно можем использовать первый или второй компонент спутника ВИ. И сегодня это официально разрешено. Ну что ж, спасибо большое за интересную беседу, за ответы на вопросы. А с нашими телезрителями мы прощаемся. Берегите себя и свое здоровье, вакцинируйтесь. И до встречи в эфире телеканала Катунь-24.